Малого бизнеса Магадана В результате с 1 января этого года предприниматели вынуждены переходить на другие системы налогообложения Мы провели сравнительный анализ размера патентных именно как альтернатива вида налогообложения И сравнение показало, что у нас в Магадане, в Магаданской области было примерно в 10-15-20 раз больше, чем везде по Российской Федерации То есть такого дорогого патента не было нигде в России вообще И как следствие мы написали, то есть я лично написала письмо в наш Минэкономразвитие на тему наших опасений, что большинство мелких микропредприятий закроется с такими ставками То есть размер до 50 квадратов розничной торговли предполагалась уплата ранее 240 тысяч рублей за год И как следствие мне пришел ответ от Минфин, мне прислал, что Александр Владимирович, не переживайте В конце года мы приняли закон Магаданской области, по которой установленная ставка будет всего лишь 36 тысяч рублей против 240, которые были ранее То есть они уравняли со всей Россией нормальную адекватную стоимость Мы, разумеется, обрадовались и успокоились большинство Как следствие, многие предприниматели в конце года подали заявки на патентную систему, ожидая заявленных чиновниками размеров ставок Но повезло не всем Те, кто подал заявку на весь 2021 год, будут платить еще по объявленной ставке в 35 тысяч рублей Но те из предпринимателей, кто сначала решил присмотреться к новой для себя системе налогообложения И выбрал только квартал или полгода, после окончания этих периодов вынужден будет платить внезапно увеличившуюся ставку налога Около 260 тысяч У всех разных видов и в зависимости от квадратуры увеличилось от 4 до 8 раз То есть именно само налогообложение Так как на патент сейчас очень много пришло парикмахеров, то есть микропредприятий, которые работают на себя Также самых маленьких розничных торговых точек Выгоден патент оказался только очень крупным, до 150 квадратов Это вот примерно как у нас мегамаги, то есть они тоже перешли на патентную систему Но власти не согласны с утверждениями бизнеса, что ставки патентов были в Магаданской области в десятки раз выше других регионов Ну конечно не в такие разы Она была по некоторым видам деятельности ниже По некоторым равнялась, ну таким же аналогичным ставкам других субъектов Ну а по некоторым была выше В частности, например, по розничной торговле, да, у нас было выше Потому что вид деятельности успешно развивался Мы видели по числу плательщиков налога и субъектов МСП, зарегистрированных по этому виду деятельности Что, ну в принципе, это нормально, успешный вид деятельности Он хорошо развивается и может держать налоговую нагрузку В региональном Минэкономразвитии уверены, что в условиях произошедшей отмены ЕНВД Повышение ставок патентов до уровня прежнего ЕНВД Единственно возможный и правильный путь Дело в том, что единый налог на вмененный доход поступал в местные бюджеты И если не повысить налоговые ставки по патентной системе Муниципалитеты лишатся значительной части налоговых поступлений И когда мы разрабатывали новый закон о патенте То мы исходили из того, что налоги, которые будут платить розничная торговля на патенте Они будут равны ровно той же сумме, которую они платили, находясь на единой системе налогообложения У нас было 2667 предпринимателей, которые пользовались единым налогом, умененный доход Вот сейчас, естественно, что они должны были выбрать, на какую систему уйти И, ну, примерно половина ушла на упрощенную систему налогообложения Некоторые ушли на налог на профессиональный доход И достаточно много ушло на систему патентную Порядка тысячи, вот как налоговая нам говорит То есть у предпринимателей есть право выбора, куда им уйти Но так как мы должны также исходить из того, что все эти налоги поступают в местные бюджеты Что вот единый налог на миллионный доход, что патентная система налогообложения То если бы действовал старый закон, естественно, что местные бюджеты понесли бы очень огромные потери Но Минэкономразвития Магданской области пообещала рассмотреть обращения предпринимателей И еще раз проанализировать складывающуюся налоговую нагрузку на малый бизнес Таким образом, диалог власти и бизнеса по теме налогов в нашем регионе еще только предстоит И именно от активной позиции предпринимателей и желания найти компромисс со стороны власти будет зависеть результат А учитывая недавнюю инициативу правительства Колымы о запрете розничной торговли алкоголем В многоквартирных жилых домах становится очевидно Такого диалога пока нет В День науки мэр Магадана Юрий Гришан принял участие в торжественном заседании ученого совета Научно-исследовательского центра Арктика Градоначальник поблагодарил членов научного коллектива за их труд Он отметил, что именно благодаря науке все движется вперед Особенно это актуально во времена борьбы с коронавирусом Без науки никуда Действительно без науки никуда Нам кажется, что мы все знаем, все умеем Это далее мы идем, мы не знаем Только наука может нам сказать Как правильно выстроить развитие в том числе региона И мы постоянно обращаемся за помощью Взять хотя бы вот этот злосчастный участок Где у нас ползает грунт на портовое шоссе Общаемся, советуемся Пытаемся заключить какое-то соглашение По результате которого мы получим, наверное, какие-то полезные рекомендации Глава областного центра наградил почетными грамотами и памятными подарками специалистов Арктики и Эсвекнии Вечерний Магадан решил выяснить у экспертов, как на сегодняшний день они оценивают состояние российской науки Когда мы создавали науку на Северо-Востоке Была четкая идея Создать на Северо-Востоке Центр академической науки Который будет заниматься огромной территорией Северо-Востока Понимая под Северо-Востоком Якутию, Чукотку и Камчатку и Магадан Эта идея была воплощена в жизнь Был создан Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт С 17-го года четкого такого понимания, что мы хотим В основном задача какая Слишком много нас ученых Слишком разбросаны ученые И начала звучать идея, что академическая наука Наиболее эффективна в местах плотного проживания населения Самое, конечно, для нас печальное По мнению Юрия Пруса, наука на Колыме не развивается Потому что специализированных центров становится меньше А также нет четкой цели и задач Поэтому, отмечает авторитетный исследователь Научные деятели должны четко сформулировать свою идеологию развития При должной поддержке правительства Магаданской области Напомним, 8 февраля в нашей стране ежегодно отмечают День российской науки Который был учрежден указом президента Российской Федерации От 7 июня 1999 года Как узнать о том, сколько ты должен государству Колымские приставы и сотрудники ГИБДД провели акцию «Узнай о своих долгах» Приурочили ее ко Всемирному дню безопасности интернета Цель акции – повышение финансовой грамотности граждан По словам специалистов, у магаданцев есть целый ряд возможностей контролировать и оплачивать свои долги Официальный сайт ведомства, портал госуслуги, мобильное приложение В конце декабря в управлении Федеральной службы судебного пристава в Магаданской области Начала работу группа телефонного обслуживания Судебные приставы, которые входят в данную группу Помогают гражданам получить информацию о наличии либо отсутствии исполнительного производства О возможности оплаты по исполнительному производству А также о произведенных исполнительных действиях в рамках исполнительного производства Если колымчанин обнаружит на себе исполнительное производство Он может оплатить долг на том же сервисе дистанционно Для тех, кто хочет сделать это в отделениях почты и банков Есть возможность распечатать платежную квитанцию с уже заполненными реквизитами За прошлый год с сервиса Банк исполнительных производств скачано около 7 тысяч таких квитанций Также на официальном сайте ведомства можно записаться на личный прием В случае неявки или опоздания более чем на 5 минут гражданин сможет сдать документы в канцелярию